Оперативка, прошедшая в минувший понедельник, была посвящена двум аспектам. Это башкирскому языку и Новому году. И то, и другое, конечно, не относится к особо острым проблемам нашей республики, но, вопреки здравому смыслу, именно этим проблемам было посвящено основное внимание нашего правительства. Начиная оперативное совещание, Радий Хабиров поздравил всех с Днем башкирского языка, естественно, на башкирском языке. Наблюдатели и слушатели из числа носителей башкирского языка отметили весьма дурное произношение, которым обладает глава республики Башкортостан. Судя по всему, за годы, проведенные вне родины, Хабиров все-таки утратил навыки общения на родном языке. Однако, в сравнении с остальными и прочими, он, конечно, выглядел вполне себе ничего. Завершая вступительную часть своего выступления, Хабиров назвал Башкортостан лидером экономического развития, Башкортостан назвал зоной инвестирования, а также зоной туризма, но мы уже начинаем привыкать к этим молитвам, в том смысле, что вот эти заклинания, пожалуй, являются основным, чем наши чиновники теперь приманивают в Башкирию инвестиции и всевозможных туристов. Перешли к первому вопросу, и первый вопрос уже давным-давно традиционный, это вопрос о COVID-19. На совещании вернули Максим Васильевича Забелина, счастливый отец, путаясь в показаниях, доложил ситуацию с COVID-19. Ситуация не меняется, заболеваемость растет, уже 154 человека за истекшие предыдущие сутки заболели этой болезнью в Башкирии. Напомню, что еще летом этот показатель был там где-то что-то в районе 30-40 человек в сутки, мы в пять раз увеличили этот показатель. В общей сложности 16 317 человек заболело официально этой болезнью в Башкирии. И к вопросу о вакцинации, конечно, тут Забелин почему-то, называя вакцинацию прививкой самого вируса, трижды он оговорился, ну не знаю, то ли устал он там, или то ли отмечал рождение дитя своего так интенсивно, но в общем язык заплетался очевидно у Максима Васильевича. Но при этом количество вакцин, завезенных в Башкирию, остается мизерным. 3 140 доз вакцин завезут до конца года в Республику Башкортостан. Это всего лишь 0,08% от численности населения республики. И остается совершенно непонятным, зачем таков процент прививок. То есть он никоим образом не повлияет на общую заражаемость и передаваемость вируса. Но, возможно, поможет спасти врачей или тех, кто особенно интенсивно контактит с заболевшими. Выслушав очередной доклад Риммы Амировны Утяшевой о работе ситуационного центра по COVID-19, я лично, например, пришел к выводу, что пора закрывать лавочку, потому что количество звонков падает от незначительных 5 тысяч в неделю до совершенно уже мизерных 3 тысяч. Скоро, наверное, никто не будет звонить туда, но, тем не менее, структура существует, бурно работает и пожирает бюджетные деньги. Второй традиционный вопрос ситуации в ЖКХ на дорогах и в чрезвычайных ситуациях начал этот вопрос, как обычно, Беляев Борис Владимирович, у которого от недели к неделе ситуация в ЖКХ становится все лучше, и даже я начинаю опасаться, о чем же он будет отчитываться через пару месяцев, но когда уже окончательно станет все великолепно, доклад, впрочем, у Беляева длился меньше одной минуты, он заявил об абсолютном великолепии и благополучии в жилищно-коммунальной сфере Республики Башкортостан, при этом параллельно с докладом Бориса Владимировича на почту нашего канала пришли вот эти ужасающие фотографии, где канализационные стоки текут по улицам Довлеканова, но, видимо, это Борис Владимирович никак не считает какой-то коммунальной проблемой и продолжает утверждать, что все прекрасно и все замечательно. Вторым садокладчиком был, как обычно, Алан Викторович Морзаев, который констатировал 428 смертей на дорогах Республики Башкортостан на момент доклада, это на 28 больше, чем было предельно положено ему Радием Хабировым, и, в общем-то, уже вот-вот 14 единиц этих скорбных единиц в этом счетчике, и Морзаев не выполнит параметры национального проекта. Напомню, что параметром национального проекта заложена цифра 442, это предельная смертность на дорогах по Республике Башкортостан, и математическая модель показывает, что Алан Викторович неизбежно превысит эту цифру к 31 декабря. Впрочем, мы знаем, что Хабиров разрешил господину Морзаеву, ввиду, видимо, многочисленности бюджета его ведомства, не исполнять ни указания самого Хабирова, да и, впрочем, даже указания самого Путина дорогому Алану Викторовичу, нипочем. Комментируя доклад в этот раз, Хабиров выразился весьма загадочно. Цитирую его. «Несмотря на какие-то мои требования, вы ровно отрабатываете. Нужно подумать о следующем годе». Конец цитаты. Расшифровать эту фразу не представилось возможным. С одной стороны, Хабиров вроде как констатирует, что Морзаев забил на его задание, с другой стороны, он как-то его поощряет, что у него там все вроде как ровно и так далее. Почему-то Хабирову кажется, что произошло снижение смертности на дорогах относительно прошлого года. На самом деле это в абсолютных величинах совсем не так. Мы помним о том, что в этом году у нас был локдаун весной, и два месяца фактически люди сидели по домам. Соответственно, снижение смертности произошло естественным образом, когда человек не выпускает на улицу, он и под машину вроде как не попадает. Соответственно, цифры 2020 года, соотносить с цифрами 2019 года, конечно же, нельзя. Но, повторюсь, мы в 2020 году не выполним ни указания Хабирова, ни указания Путина по вот этому параметру. Но Алану Викторовичу все нипочем. Третьим номером программы вчерашнего совещания в правительстве было выступление Барданова Азата, который доложил исключительно на башкирском языке о мерах по поддержке башкирского языка. Ну, опустим тот момент, что тараторил Азат так, что слышно не было почти ничего, разобрать было сложно. По экрану бежали титры с такой скоростью, что приходилось останавливать и отматывать назад. Несмотря на то, что было указание сделать это все по-человечески, чтобы это было смотрибельно, это не было сделано. Но желающий, как говорится, ищущий добрящий, мы смогли расшифровать бормотание вице-премьера Барданова. И, собственно, сводилась она к тому, что все предыдущие меры по поддержке башкирского языка абсолютно неэффективны. И, как известно, неэффективны, назвал их Азат Барданов. Также он отдельно остановился на изобретении северо-западного диалекта башкирского языка. И о том, что на этом северо-западном диалекте он даже смог провести диктант для желающих. И вот надо отдельно остановиться на этом изобретении. Есть одна проблема. В вечном споре о том, кто же населяет северо-запад республики Башкортостан, башкиры или татары, а этот регион примыкает к сопредельным территориям, был изобретен северо-западный диалект. Дело в том, что там люди говорят на языке, не очень похожем на классический башкирский язык. И было принято такое элегантное решение, а давайте его назовем северо-западным диалектом башкирского языка. Здесь извечный спор между татарами и башкирами на тему, что же это за язык. Филологи, впрочем, склоняются к тому, что вероятнее это все-таки некая модификация татарского языка, а не башкирского. Но Азату Барданову, конечно, удобнее трактовать иначе. И вот эту странную, на мой взгляд, небесспорную задумку он преподносит как свое собственное достижение и победу над татарами. Также Азат Барданов запричитал о деньгах. Ну а как же без этого? Во-первых, он сказал, что самым эффективным образом он теперь перераспределил гранты. Раньше была ужасная порочная система, и теперь, значит, он ее наладил, и она стала прекрасной. Но выяснилось одновременно с этим, что выделяется денег крайне мало. На вот эти все задумки, которые он задумал и придумал, Азат Барданов сообщил, что гигантское количество энтузиастов присылает ему всевозможные идеи по развитию башкирского языка. И суммы надо срочно увеличивать, а то, как говорится, можно пойти не тем путем. Параллельно со всем этим господин Барданов демонстрировал слайды, ну всякие тематические, значит, там про Акмулу и так далее. И наблюдатели, носители языка отметили огромное количество грамматических ошибок в этих слайдах. Там были пропущены запятые, там неправильно использовались буквы башкирского языка. Но это говорит о том, что знание языка у самого Азата Шамилевича на очень низком уровне, не говоря уже о произношении. Те же специалисты сказали, что это какой-то абсолютно дикий ужас и акцент. Но вот этот подрастающий Винни-Пух очень активно пользуется вот этой картой башкирского языка. Видимо, надеясь на то, что никто, кроме него, его не понимает. Ну, в глаза бросились, конечно, вот эти креативные идеи о том, что как он все будет делать в цифровом пространстве. Всякие, значит, нелепые задумки под названием Нурбастан и прочие, значит, штучки. Выглядело, конечно, это диковато, вот прямо скажем, да. В конце своего доклада господин Барданов набрался смелости высказать предположение, что он в начале своего пути и скоро башкирский язык станет современным и модным. Вот здесь, конечно, я смелюсь возразить. Дело в том, что та оценка деятельности Азата Барданова, которая окончательно дана ему башкирской общественностью и особенно культурной общественностью, значит, из среди башкир, эта оценка не позволяет предполагать о том, что у Барданова какое-то серьезное политическое или национальное будущее. В том смысле, что, конечно, единогласно он признан каким-то зловредным демоном и манкуртом. Соответственно, ну, тут я не могу однозначно судить. Тут, как говорится, слово за именно башкирской общественностью, потому что это их интересы, это их сфера существования и у кого-то творчества, у кого-то жизни, соответственно, им оценивать. Но то, что слышу я из числа этих оценок, это, конечно, абсолютно чудовищные оценки и требования избавить башкирскую общественность от вот этого персонажа. Далее шел четвертый якорный вопрос этого совещания. Речь зашла о том, как мы Новый год встречать будем. Это я почти дословно процитировал название вопроса, как его произнес дорогой Радий Фаритович. Ну, собственно, тут было много выступающих, то есть каждый в своей сфере очертил там нашу перспективу на встречу Нового года. Начали с Бориса Владимировича Беляева, который же выписал нам картину празднества в Башкортостане. Сказал, что он построил 1220 ледовых городков, 3000 каких-то там арт-объектов по всей республике, установил 11 пиксельных елок, вот этих пресловутых 11 пиксельных елок. Напомню, что на Советской площади сейчас монтируется одна из них, и стоимость ее превышает 12 миллионов рублей. В общем, 840 катков и 1500 горок должны осчастливить в общей сложности все это вместе, осчастливить жителей Башкортостана и сделать празднование Нового года для них безопасным. На это делалось отдельное упор в плане передачи друг другу COVID-19. Беляев красочно же выписал развитие иллюминации в республике Башкортостан, язык у него заплетался, и окончательно он договорился до того, что назвал украшение республики праздничным урбанством. Видимо, смешав вместе слово «убранство» и «урбанистику». Вот это праздничное урбанство, наверное, должно стать символом республики Башкортостан в этом наступающем Новом году. Далее министр культуры кратко описала особенности празднования Нового года в ее сфере. Это запрет на проведение хороводов. Вот хороводы в республике Башкортостан в этот Новый год будут запрещены. Я думаю, нам нужно даже запустить какую-нибудь хороводную полицию по аналогии с полицией нравов или полицией моды, чтобы хороводная полиция строго блюла вот этот запрет и не допустила проведения хороводов в республике Башкортостан. Также мадам Шафикова сообщила нам, что количество мероприятий относительно 2019 года сокращено вдвое, а заполняемость залов не превысит 30%. Министр спорта и молодежной политики господин Хабибов рассказал о том, как его сфера будет работать в Новый год, несмотря на запрет хороводов. Например, не запрещены будут соревнования по борьбе. Это абсолютный, конечно, абсурд. Более тесного контакта людей, нежели в борцовой схватке, наверное, представить сложно. Отдельно бросилось в глаза название этих мероприятий, которые будут проводиться в Новый год. И особенно мне запомнился один такой вот момент. Господин Хабибов нам пообещал, что в новогодние праздники проведет забег обещаний. Он, к сожалению, не уточнил, что это будет за мероприятие спортивное. Но, судя по названию, в этих мероприятиях должны участвовать чиновники не ниже ранга замминистра. И, как бы, видимо, они будут бежать на какую-то дистанцию, на ходу, стоящем вдоль дистанции гражданам, чего-то обещать. Я не знаю, будут ли они подписывать документы прямо на бегу. Но вообще должно это выглядеть очень нарядно. Замыкала доклады в этом комплексном вопросе, посвященном Новому году, госпожа Иванова. И я, собственно, не собирался даже включать ее доклад и суть ее доклада в обзор оперативки. Он был в очередной раз абсолютно бесцветен, неинтересен и абсолютно неинформативен. Но события следующего утра, вернее, получается, уже сегодняшнего утра заставили меня вернуться к докладу Ленары Хакимовны. Эта женщина рассказала нам в докладе о том, как она героически справляется с бюджетом ее ведомства. А бюджет ее ведомства, между прочим, превышает бюджет ведомства Морзаева. 47 миллиардов рублей находятся в распоряжении Ленары Хакимовны Ивановой на вот эти благие цели сохранения семьи и охрану труда. Так вот, истратив 47 миллиардов, Ленара Хакимовна рассказывала нам о том, как она там будет передавать какие-то подарочки, какие-то, значит, гостиницы на Новый год там неимущим и нуждающимся. Но на следующее утро после ее доклада случилось страшное то, что окончательно иллюстрировала деятельность вот этой мадам на посту министра труда и социальной защиты, там, семьи и прочего безумного благополучия. В Обзелиловском районе, в селе Ишбулдина, сгорел пансионат для престарелых, и в огне погибло 11 человек. 11 трупов к 5 утра сегодняшнего дня. И вот именно это событие полностью перечеркивает весь этот бред, который несет Ленара Хакимовна, отчитываясь о том, как она замечательно истратила 47 миллиардов. Если у нее горят пансионаты, а это ее сфера влияния, ее сфера ответственности, то надо покидать пост немедленно и с позором. Завершили оперативное совещание. На самом деле, очень важным вопросом, который почему-то все больше и больше уходит на периферию. Так вот, это вопрос обсуждения бюджета, исполнения бюджета. Почему-то вот эта сфера стала абсолютно неинтересна нашему правительству. Я, конечно, понимаю, что та катастрофа, которая сейчас происходит в бюджете Республики Башкортостан, вовсе не красит ситуацию и оценку, прямо скажем, сильно снижает работы господина Хабирова, а он к этому не привык. И выступая с докладом о бюджете, министр финансов Лира Закуановна, и где самого, в общем-то, постаралось найти слова помягче, чтобы, значит, как-то не пугать зрителей. Ну, знаете, мы же взрослые люди, и давайте смотреть на вещи трезво и ответственно оценивать то, что произошло с бюджетом в этом году и что произойдет с ним в будущем. Так вот, в 2020 году по плану бюджет Республики Башкортостан должен был составить 253 миллиарда рублей, но получился в 227 миллиардов рублей, и дефицит бюджета составил 26 миллиардов. При том, что почти половину этих денег мы получили в виде всевозможных дотаций и безвозмездных трансфертов из федерального бюджета. Вот эта цифра абсолютно пугающая. Кроме того, что мы за два года от 40 миллиардов профицита бюджета пришли к 26 миллиардам дефицита, то есть мы просадили в бюджете 66 миллиардов рублей, мы еще и стали абсолютно вопиющей дотационной республикой. Из 227 миллиардов бюджета мы 100 получили из федерального бюджета. На 14% упали доходы регионального бюджета в 2020 году по сравнению с 2019. Это говорит о том, что экономические субъекты, налогоплательщики внутри республики Башкортостан находятся в чудовищном состоянии. Они не могут платить налоги. РАИБ снизился на 20% с 15 миллиардов в 2019 году до 12 миллиардов в 2020 году. Прямо скажем, цифра скромная для бюджета. Это даже не 10% от бюджета. РАИБ, напомню, это программа финансирования из бюджета строительства социальных объектов, всевозможных детских садов, поликлиник и так далее. Так вот на это мы потратили меньше 10% нашего бюджета. Зато Элвину Грею и прочим Моргенштернам мы щедро раздаем вознаграждение согласно собственному усмотрению. Дорожный фонд республики Башкортостан вопреки этому вырос с 13,6 миллиардов в 2019 году до 16 миллиардов в 2020 году. Господину Морзаеву досталось очень много вкусных плюшек. При этом общий бюджет ведомства Морзаева составил аж целых 31 миллиард рублей совокупно всех расходов на дорожное строительство. Про дефицит бюджета мы уже говорили, а вот прогнозируемый дефицит бюджета в 2021 году некоторыми специалистами не лирой закуанованы, а другими он вообще пугает. При том, что общий бюджет в 2021 году где-то будет сопоставим с бюджетом 2020 года, ну вот в этом диапазоне где-то от 220 до 250 миллиардов рублей, так вот дефицит этого бюджета может составить аж 48% в будущем году. Две трети расходов бюджетов, ну так правда было всегда, и в этом году тоже эти две трети это социальные расходы. Так вот речь идет о том, что наращивая дефицит бюджета и сокращая бюджет в абсолютном выражении, мы естественно придем к сокращению и социальных выплат. Обратила внимание Лера Закуановна и на безобразный уровень бюджетной дисциплины. К концу ноября, начало декабря 60% бюджетных средств не были истрачены в республике Башкортостан. Все оставили на декабрь. Иногда чиновники пытаются объяснять это тем, что, дескать, ну вот у нас там расчеты затягиваются, откладываются. На самом деле объясняется это очень просто. Не способностью гармонично разложить затраты на весь год, это во-первых. А во-вторых, попыткой в декабре, в суете и уже в бесспорном патовом положении, значит, каким-то образом манипулировать деньгами. И чем больше вот этот остаток у министерства, тем более подозрительно то, как министерство обращается с деньгами. Например, Минтранс господина Морзаева не освоил еще 12 миллиардов из 31 миллиарда, которые ему ассигнованы в этом году. Как он эти 12 миллиардов за оставшийся месяц освоит в декабре? Ну, совершенно непонятно. Тут почти по 500 миллионов в рабочий день. Тот же самый Минтруд Линара Хакимовна не освоил 9 миллиардов из 47 миллиардов. Представляете, какая сумма ассигнований у Линара Хакимовны? У Линара Хакимовны пансионаты горят, а она не может освоить 9 миллиардов рублей, у нее они лежат на счетах. Министерство образования господина Хажина 6 миллиардов не освоено из 50, которые были ассигнованы. Министерство ЖКХ Беляева, ну, оно одно из самых бедных, всего 10 миллиардов у него ассигнований, но зато из них 4 он так до сих пор и не освоил. В общем, вот это, конечно, очень напрягает госпожу Игдисамову, и она напомнила нерадивым министрам о том, что до 25 декабря им нужно распорядиться деньгами, потому что именно 25 декабря это последний день внесения изменений в сводную бюджетную роспись. Те, кто знают бюджетные процессы, понимают, о чем я говорю. Хабиров выслушал, стойко выслушал этот доклад, при том, что, я повторюсь, на самом деле мадам Игдисамова могла бы и более кардинально охарактеризовать бюджетную ситуацию в республике, она пощадила Хабирова. Хабиров выслушал это все и отреагировал довольно-таки мажорно. Дословно Хабиров сказал, спад в нашем бюджете вызван не пандемией, ни в коем случае. Мы экономику не закрывали. Причина падения расходов и доходов, соответственно, бюджета, это сделка ОПЕК. Ну, судя по всему, Хабиров имеет в виду снижение добычи на 68% в компании Башнефть и, соответственно, снижение налоговых поступлений, но на самом деле, конечно, он глубоко ошибается. Впрочем, Хабиров сказал, что мы с надеждой смотрим в будущее и ждем, когда ОПЕК плюс изменит параметры сделки. На мой взгляд, это абсолютно наивно и неправильно полагать, что один единственный механизм в экономике мира может изменить ситуацию в республике Башкортостан. Это очевидно не так. Так, нефтяная сфера в республике вовсе не превалирующая, да и более того, я скажу, что сама Башнефть, в общем-то, ведь не принадлежит республике, но отчисляет или не отчисляет она там какие-то дивиденды. И, прямо скажем, доходность и прибыльность существования вообще Башнефти – это не основной параметр процветания или упадка экономики республики Башкортостан. Здесь господин Хабиров, будучи человеком всегда далеким от экономических процессов, напомню, он никогда в толком-то в экономику не вникал и за всю свою карьеру ей не занимался, он, конечно, мыслит наивно и очень-очень поверхностно. Завершая оперативное совещание, Хабиров грозно сообщил своим подчиненным, что он никуда не уезжает на новогодние праздники, останется в Уфе, и они могут на него рассчитывать в плане ежедневного дежурства в Белом доме. Хабиров сказал, что нужно обязательно организовать это дежурство чиновников, но без фанатизма. Это все, конечно, очень здорово выглядело на фоне того, как вели себя участники совещания. Особое внимание я обратил на Саша Сидякина, который очевидным образом страдал. Он постоянно трогал себя за лицо, похлопывал, тер себе уши. Человек, очевидно, мучительно старался не заснуть. И, значит, что же там такое происходило с ним минувшими ночами? Ну, я вспомнил, что на него свалились новые обязанности. И, безусловно, Саша Сидякин все ночи предыдущей недели посвятил ловле призывников. Он в неделю должен отлавливать примерно 250 человек, чтобы выполнить поручение дорогого шефа. Вот уже прошло две недели декабря, буквально две недели еще декабря и декабрь закончатся. А США Сидякин должен изловить свыше тысячи призывников и доставить их в военкомат. К сожалению, вчера на оперативке не прозвучало промежуточного доклада о его успехах. Надеюсь, что в ближайшей оперативке мы услышим доклад о поимке уже 750 призывников, которых поручил Хабиров ловить Сидякину.